Христос Воскресе. На Щелковском телевидении диалог о православии. Мы продолжаем праздновать Пасху, Светлое Христово Воскресение. Наряду с главным событием в эти дни Православная Церковь вспоминает и другие события, связанные с духовным возрождением человека. Так, в грядущее воскресение на богослужении будет читаться притча об исцелении слепого. О глубинной символике данного эпизода и о том, какое отношение эта история имеет к нам, об этом мы сегодня поговорим. Отец Именей, добрый вечер. Добрый вечер. Христос Воскресе. Да, воистину Воскресе. Ну и прежде, чтобы людям было понятно, о чем будет идти речь, предлагаю, прошу вас прочитать эту притчу как раз, да, это Евангелие от Иоанна. Итак, глава 9, стихи с 1 по 38. И проходя, увидел человека слепого от рождения, ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколь есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, «Пойди, умойся в купальне Силаам, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили, «Это он, а иные похож на него?» Он же говорил, «Это я». Тогда спрашивали у него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, «Пойди на купальню Силаам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, «Где он?» Он отвечал, «Не знаю». Повелись его бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз у ему очи. Спросили его также и фарисеи, «Как он прозрел?» Он сказал им, «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними расприя. Опять говорят слепому, «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал, «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Да коли не призвали родителей сего прозревшего и спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ, «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали, «Он в совершенных летах самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ, «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его, «Что сделал он с тобою, как отверз в твои очи?» Отвечал им, «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики». Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ, «И это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз в неочи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить нечесоже». Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал, верую в Господи, и поклонился Ему». Итак, мы с вами начинаем разбирать эту историю. И, проходя, увидел человека. Где происходило дело? Откуда, куда шел Господь? Дело в том, что Господь в течение всего своего жизненного пути, проповеди евангельской, Он ходил из селения в селение, и вот в данный момент Он шел из Иерихона в Иерусалим, и на дороге из одного города в другой сидел и побирался, просил милостыню слепорожденной, который, собственно, и был исцелен Господом. Он родился уже, этот человек, с отсутствием глаз, то есть глазницы были пустые, то есть не было даже яблок глазных, то есть там никакая-то не болезнь была, как мы, там, ну, катаракты, или еще что-то, глаукома, нет. Тут даже глазных яблок у него не было, поэтому он так родился. Поэтому удивительно, как, возможно, такое могло быть совершено. И еще более удивительно, что те люди, которые спрашивали этого человека, как же тебя исцелил он, они не верили этому величайшему из чудес. – Ну, нужно отметить, да, что прежде чем вот состоялась эта встреча, Господь, у него беседа была с фарисеями, и вот Господь им открылся, да, что прежде был Аврам, я есмь, вот, ну, а фарисеи начали за это его даже побивать камнями хотели. То есть они его прогнули. – Да, действительно, да, этот конфликт, так можно его назвать, да, конфликт неверующих фарисеев, саддукеев и старцев и архиереев с Господом Иисусом Христом, он во многих местах Евангелия отмечается. И Господь в каждый раз, Он постоянно их призывает к вере и призывает покаяться. Но они упорствуют, и вот в том случае даже хотели его побить камнями, на что Он ответил, за что вы хотите меня побить камнями, за какое из тех добрых дел, которые я сотворил перед вами. Вы же все знаете, это воскрешение сына вдовы Наинской, это воскрешение Лазаря, это бесноватых огромное количество исцелений, это сухорукие, там, расслабленные, ну, кого только Господь не исцелял. И они об этом все знали, фарисеи, и тем не менее упорствовали, тем не менее даже пытались побить камнями. На этот вопрос, что я делаю, если я что-то делаю злое, скажите, если же я доброе делаю, почему же вы меня хотите побить камнями? Они говорят за то, что ты называешь себя сыном Божиим. На что Господь им отвечает, но ведь в Библии, в Пятикнижии Моисея сказано, вы есть боги, то есть ко всем людям, исполняющим воли Божьей. – Боги с маленькой буквы. – Да, так сам Господь обращается. Почему Боги? Потому что дети Божьи становитесь. То есть как только мы начинаем слушаться Бога и веровать Ему, и исполнять Его волю, мы становимся детьми Божьими. Ну, если у нас Отец Бог, то и мы становимся богами, ну, конечно, с маленькой буквы, но тем не менее мы обожествляемся, мы становимся лучше, мы чище становимся. Об этом Господь говорит, но если вас Господь даже богами называет, то почему же я, когда назывался Сыном Божиим, почему вы меня хотите убить за это? На что, конечно же, ответить им было нечего, поэтому он отошел от них в очередной раз, неуслышанном, к сожалению. И вот это чудо исцеления слепорожденного, конечно же, их точно так же уязвило, как и прочие чудеса, которые он сотворил. Они не обрадовались ему совсем, этому чуду. Ну, чистосердечно, искренний человек, увидев, что человек, вот другой мучившийся от рождения слепотой, вдруг прозрел, ну что у него? Какая первая реакция? Ну, радость. Более того, они же его не спрашивали, как ты жил, да, когда слепым... Да, да, как ты мучился, на что ты жил, ты же взрослый, кто же тебя кормит, а родители у тебя уже престарелые, а если они умрут, на что ты будешь жить? То есть нет этого вообще. Они устроили суд. А? Что? Суд устроили. Они начали даже его, этого исцеленного слепого человека, принуждать к тому, чтобы он признал, что Господь – это просто грешник. Но он не мог этого признать, потому что, ну как говорит, ну не может грешник исцелить. От века не слышно такое, чтобы кто-то исцелял слепорожденного среди человеков. Поэтому он говорит, нет, он пророк, как бы его не заставляли иудеи согласиться с ними, признать, что он грешник, он с ними не согласился, поэтому они его просто прогнали. Да, и несколько судов сначала, вот они его допрашивали, потом родителей пригласили, начали родителей давить, да? Да, да, сначала не поверили. Потом опять, еще третий раз, сколько судов над ним состоялось. Ну конечно, то есть первый раз его выслушали, не понравилось то, что он сказал. Потом решили проверить, а может быть он и не был слепорожденным, позвали его родителей, они говорят, да, это наш сын, да, он родился слепым. Но как он прозрел, мы не знаем. Ну испугались. Испугались, не захотели в конфликт вступать с иудеями, почему? Почему? Потому что тогда на них могли быть наложены санкции, как сейчас это называется. То есть были изгнаны бы из общения, с той общиной, которая проживала в той местности, как бы стали бы изгнанниками за то, что сказали не то, что нравится там фарисеям. Такие были в те времена нравы. Ну и сейчас это тоже, видите, как санкции накладывает налево-направо, да, государство на государство. Вот то же самое тогда делали с людьми, могли сделать их изгоями. Но они, поэтому испугавшись, ничего не сказали. Да, это наш сын, в этом ничего предусмотрительного нет. Да, он был слепой, как он исцелился, мы не знаем. Все. Родители, так сказать, умыли руки и не стали ничего здесь подтверждать. Поэтому, так как родители сказали, его спросите, он уже взрослый, во взрослых летах, его спросите, как он исцелился. Поэтому его второй раз зовут уже после родителей. И опять тот же вопрос, как же ты исцелился? Дай честь Богу воздавить. Мы знаем, что этот человек грешник. Они начинают его уламывать, что не тот признает, что грешник. Давить на него, да. Он говорит, ну, я не знаю, грешник он или нет, но то, что он меня исцелил, это я знаю. И я знаю, что не может грешник исцелять. Бог слушает только тех, кто его слушает. Здесь, ну, явно, только Божие чудо могло меня исцелить. Но не было глаз у меня. Как они появились? Почему Господь сотворяет глаза? Какой это образ, символ? Да, что вообще означают глаза в человеческом, ну, и теле, наверное, и в душе? Ведь на самом деле глаза, они формируются, ну, после сердца, наверное, одни из первых, да. И даже, например, тоже там цыпленок, у него сначала все появляются после сердца глаза, и они такие остаются, такие большие, крупные сразу. Да, они, кто видел, какие цыплята такие голенькие, мокренькие, из яичка вылупляются, да, там, крупные глаза. Но, чтобы понять, что такое глаза для человека, для жизни человеческой, вы просто закройте свои глаза и попробуйте, ну, не знаю, что-то по квартире хотя бы пройтись, что-то сделать на квартире, вы увидите, что 90% информации к нам приходит через зрение. Мы видим, где мы находимся, мы контролируем свои действия, мы можем там протягивать руку, если у нас глаза открыты, мы видим, что вот стакан можно взять. А если закрыты глаза, мне придется его нащупывать, пролить там или разбить можно. То есть глаза – это, конечно же, очень важный орган жизнедеятельности человека. И глаза телесные, я сейчас говорю только пока о телесных глазах. Телесные глаза, конечно же, несут огромное количество информации в нашу душу. Иногда полезной, иногда и бесполезной, иногда и вредной информацией. То есть глаза – это, как говорят, окна и двери души человеческой. И не только изнутри, наружу, потому что на глаза посмотрел и понял, какое настроение у человека. Это как бы обратный такой связь, такой процесс. А когда человек смотрит, он в себя вбирает что-то. И, конечно же, Господь дал этому слепорожденному зрение с целью его спасения духовного. Потому что этот человек думал только об одном – как ему жить телесно, как ему прокормиться. Потому что слепой человек, он не может даже элементарных функций выполнять без помощи внешней. И уж, конечно же, он не мог размышлять о чем-то духовном. А здесь Господь дал ему зрение, и он увидел Господа. Удивительно. Он телесными глазами увидел Бога. Стал верующим. И через это он в вечность спасся. То есть он, Господь, таким чудом воскресил его из мертвых, можно сказать. Ну, а с другой стороны, да, на наш опыт прошлых передач слать. Может быть, он как раз, наоборот, размышлял о Господе. Да, ждал его. И такое может быть. Да, потому что мы с вами уже говорили, что, там, да, помните, под деревом Фанайл молился, да. То есть Господь же не просто так. Да, задавал вопрос. Он ненасильно придет человека там спасти. То есть это у нас должна быть совместное, да, то есть произволение наше. Ну, мы видим даже по сегодняшнему Евангелию, что Господь ко всем приходит. Он и к фарисеям пришел, которые его камнями хотели побить. Он пришел и к этому слепому. Он и к родителям его тоже пришел. Они знали, видели его. То есть он ко всем приходит к Господе. Только наша реакция, конечно же, зависит от нашего внутреннего строения. Хотим мы верить или не хотим? Ищем мы истину или не ищем? Нравится нам доброе делание сотворять или нам больше ко злу тянет нас? От этого и зависит та реакция, которую мы производим на момент прихода к нам Господа. Это касается не только вот этих евангельских событий или ветхозаветных. Это и нас касается. К каждому из нас Господь также стучится и приходит, чтобы и нас также воскресить в жизнь вечную, в духовную жизнь вести нас. Через какие-то малые чудеса, а иногда и большие. Кто-то исцеляется от каких-то неизлечимых болезней. Кто-то совершает какие-то дела, которые никак не мог совершить без помощи Божьей. Кто-то вдруг что-то начинает понимать, что до этого было для него сокрыто. То есть мы множество таких малых чудес в своей жизни испытываем. И тот, кто внимателен к своей жизни, он их видит. Эти чудеса, каждый какой-то ответственный момент жизни человека направляет его в нужном направлении. Если человек хочет. Если человек не хочет, он говорит, нет, это мои достижения. Допустим, я такой умный, поэтому открытие сделал. Или я такой сильный волей, поэтому я вылечился. Или я такой сильный, и поэтому работу какую-то нашел. То есть он себе начинает присваивать. Но Господь тогда отходит, как от этих фарисеев. И тем не менее, Господь приходит к всем, но мы читаем Евангелие неоднократно, что Господь избирает определенных людей, те же 12 апостолов. Почему именно они? Потом те же, например, расслабленные взять. Почему? Там же наверняка множество лежало у купели. Все равно одного избирает. И также во многих случаях Господь сказал, я избрал вас. И там малые стадо избранных. Все равно Господь избирает. Ведь некрасивее они, не умнее. За какие качества избирает Господь? Качества те, которые видит сам Господь. Причем Он знает своих избранников от их рождения. А то и до рождения знает их Господь. Он же вне времени, поэтому Он знает и начало нашей жизни, и конец нашей жизни Господь знает. Поэтому Он избирает уже тех людей, которых видит, которые расположение их к Господу с самого начала идет. И, конечно же, по простоте душевной, по вере, по желанию творить добро. То есть вот есть люди, которым нравится делать какие-то добрые дела. Не за похвалу, не за какие-то вознаграждения, не за какие-то там почести. Нет. А просто потому что сделал доброе дело, и на душе как-то радостно стало. Вот Господь таких избирает. И да, и как апостол Павел говорит, да, уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть это, наверное, те люди, которые готовы себя полностью дать Богу, устроить, так сказать, жилище, да, чтобы Господь пришел с Богом Отцом и устроил у них обитель. Ну, действительно, мы же понимаем, что те люди, которые хотят делать добро, мы сами добра по себе сделать не можем по своей греховной, так сказать, сущности. Только с помощью Божьей мы это делаем. И когда человек хочет сделать добро, Господь невидимо присутствует и помогает человеку делать добро. И таким образом он уже входит в жизнь этого человека. А дальше, если человек становится верующим, то он совсем отрекается от своей воли. То есть он полностью волю Божию принимает в себе, таким образом, самопожертвование такое приносит Господу, угодное Господу самопожертвование своей воли. И через это Господь вселяется в этого человека и становится, ну, как бы, вот я в вас, а вы во мне. Это в Евангелии такие слова Господь говорит. То есть мы живем в Боге с Его помощью, а Господь живет в нас. И в этом для Бога необходимо наше волеизъявление. То есть мы предоставляем свое тело как в качестве орудия. И не только тело, и душу, и все, что у нас есть. И если делать такую ссылочку на Ветхий Завет, там Господь говорит, дашь мне, Сыне, сердце твое. Сердце – это сосредоточение всех наших качеств. И ум, и чувства, и желания, и поступки. Потому что из сердца все исходит. Поэтому дай мне сердце твое. То есть всего себя дай мне. И тогда я тебя принимаю, а ты принимаешь меня. И тогда мы живем совместно. Ведь Господь сам, если так задуматься, некоторые скажут, а почему это я должен отдать себя Господу? Ну так как Господь-то отдал себя нам, Он же распялся на кресте за нас. До смерти себе самопожертвование принес для нашего спасения. То же самое Он ждет и от нас такой же любви к Нему. Почему мы самопожертвование материнское принимаем? Когда мать жертвует своим здоровьем, своими силами, своей жизнью ради ребенка. Это нормально. Когда дети жертвуют ради родителей. Это тоже нормально. То есть там любовь, тут любовь. Но наш небесный родитель, Бог-Отец, Он тоже этого ждет. Он жертвует собой для нас, мы жертвуем собой для Него. В этом тоже любовь. То есть с какой бы точки зрения ни посмотреть, мы везде видим любовь с большой буквы, что называется. Кроме того, на каждой божественной литургии Господь призывает. Придите, едите, сесть. Кровь за вас возливаема и тело за вас сломимое. То есть Господь каждый день людей призывает. Приходите к Нему причащаться. И уже наш выбор. Избираем мы? Да, мы иногда приходим, к сожалению, частенько убегает от каких-то проблем. Но Господь и таких принимает. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я с упокой вы. Дам спокойствие, покой вашу жизнь, вашу душу. То есть и таких Господь принимает. Но лучше, конечно, к Богу приходить не из-за кнута, а по-хорошему. Когда все хорошо, когда мы приходим с благодарностью к Господу, что Он нас так любит, нам все дает. И мы поэтому тоже к Нему приходим, все Ему отдаем, также жертвуем. Это более правильно, на мой взгляд. То есть не от кнута, а от пряника. Но тот, кто не хочет от пряника, тот кнута дождается, к сожалению. Мы с вами затронули телесные наши очи. Но читаем мы в молитвах, чтобы Господь просветил, например, наши умные очи сердца. Что есть очи сердца? Какие у нас есть еще очи? Ну, действительно, человек двусоставное естество имеет. То есть телесное и душевное естество, духовное. То есть мы, те качества, которые имеются у тела, есть также и у души. Душа тоже может видеть, слышать, чувствовать, думать и волеизъявление свое проявлять как-то. Поэтому, конечно же, есть, по-русски говорить, глаза, очи, это церковнославянские, глаза у нашей души. Когда мы, особенно у матерей или у любящих людей, сердцем знаем, чувствуем, видим, что чего-то там нехорошо, у детей или у близких, или еще чего-то. Когда мы, еще будучи в теле, но ощущаем присутствие бесов. Страшно почему-то. Раз, и вдруг страх напал. То есть наши очи духовные говорят, что присутствуют бесы. Когда мы предчувствуем ту или иную беду или какие-то события, или радость. Думаю, вот сегодня будет все хорошо и действительно как-то все складывается в лучшую сторону. Это наши очи сердечные, но они не настолько ярко сейчас видят, потому что они покрыты телом. Как только душа человеческая выходит из тела, зрение очей сердечных намного сильнее и зорче, чем телесное зрение. Телесное зрение, оно угасает к старости, все слепыми становится человек. А духовное зрение, если человек живет духовной жизнью, оно только обостряется, только усиливается. И чем более человек духовен, тем более зоркий у него взгляд, сердечный, духовный взгляд. То есть мы знаем такие вещи, как прозорливость. Мы знаем такие вещи, как пророческий дар. Или люди, которые своими умственными возможностями могут человеку подсказать в той или иной ситуации, что сделать. Это уже зрение распространяется не только на духовные какие-то моменты. В виде небесов, или грехов человеческих, или ангельских сил. Но и на какие-то события, следующие в будущей жизни. То есть это зрение, которое углубляется уже в вечность. Но у телесных очей, глаз телесных нет такой возможности. Это только душа. И в житиях некоторых святых, у стариц, у многих, они слепые были, но они видели, тем не менее, что происходит даже в комнате. Они видели человека, они видели, как его зовут, они видели его проблему, они видели его мысли. Да и даже, что сака могут передвинуться, и то они вот это видели. Да, то есть они удивительным образом и видели, как разрешить эту ситуацию. Они видели и прошлое этого человека, они видели и будущее этого человека. То есть это видение, оно не телесное, оно уже духовное видение. И это происходит по мере взросления или возмужания духовных качеств человека. Почему Господь и призывает к духовной жизни? Потому что мы можем внутренне расти так же, как растем внешне. Но внешний наш рост, он приостанавливается в свое время, и потом начинается угасание тела. А вот у души угасания и приостановления не бывает, только если через грехи. Только когда человек начинает грешить, тогда начинается угасание души человеческой, что, к сожалению, часто мы наблюдаем. Поэтому здесь надо всегда помнить о своей вечной душе и стараться, чтобы она только возрастала, в том числе и в духовном видении. – Да, и как Господь говорил, следите над своим оком, да, если око ваше будет чисто, да, смотреть, то… – Да, и все тело будет чисто. А если око будет грязно, то и все, не только тело, но и вся жизнь будет грязной. То есть всякий человек, который теряет духовное зрение из-за грехов своих, он теряет и телесную жизнь свою, потому что начинается ошибка на ошибке, и разрушается семья, разрушаются взаимоотношения, разрушаются какие-то рабочие моменты, и здоровье начинает разрушаться. То есть человек, нарушив свое духовное естество грехами, ослепив свое духовное зрение, он становится слепым и начинает делать такие ошибки, которых раньше бы не сделал никогда. Эти грубейшие ошибки, духовным зрением можно их увидеть только, а телесным не увидишь, эти духовные ошибки приводят к дальнейшей деградации, в том числе и телесного человека. – Вернемся к притче. Почему Господь глаза делает человеку из брения, из грязи? – Ну да, как-то странно выглядит. Господь мог просто сказать слово, и все, и очи вернулись бы. Но тут мы должны вспомнить, а из чего Господь сотворил Адама и Еву, то есть нас. Из земли. Соответственно, духом своим вдунул потом жизнь в человека. Здесь тоже мы видим два естества. Земля та же самая, то есть грязь, но в ней присутствует плюновение Божие. То есть Адам оживил дуновением, а здесь, ну, здесь оживлять не надо, человек живой перед ним стоит, но чтобы его глаза оживить, все-таки божественная субстанция должна присутствовать в этом брении. Поэтому было плюновение. И этим брением, то есть это смешение земли и слюны божественной, получилось восстановление небывших даже, то есть их не было, всех глазных функций, в том числе и самого глазного яблока. У всех просто удивительно. Это чудо никогда не было в жизни всего человечества, не происходило. Это впервые, и, может быть, и в первый и последний раз, потому что больше в Евангелии мы о таких чудесах не слышали, чтобы восстанавливались полностью глаза человеческие через это. Здесь это и произошло. То есть мы видим, что две субстанции, земля, из которой человек состоит, и божественная часть плюновения, это воссоздало потерянное естество глаз человека. – Да, и кроме того, еще святые отцы трактуют плюновение, как образ, изображается смиренный образ мыслей. То есть и слюна, она как сверху вниз. То есть человек должен себя смирять. – Смириться. – Смириться, чтобы быть податливым в руках Господа. – Ну, что такое смирение? Смирение – это отречение от своей воли, или предание своей воли в руки Божьей. Вот здесь этот человек подошел, и он был готов на любые действия, лишь бы прозреть. Он сказал, Господи, вот исцели меня. Господь говорит, что ты хочешь? – Да прозрю. Соответственно, ради этого он отрекся, да хоть там землей, хоть чем меня машь, лишь бы мне глаза обрести. И Господь показывает ему, что ты земля есть, и в землю отойдешь, и через это смиряет его. Потому что если произошло как бы иначе, Господь, вполне возможно, видел бы, что человек возгордился бы. А гордость – это то, что нас разрушает, то, что отнимает у нас. – Да. В Евангелии у нас есть несколько, да? Не только у Иоанна, но и у других евангелистов тоже описано. В случае слепых там и двух, по-моему, было, и еще слепые. И здесь слепорожденный. Вот удивительный случай. В основном Господа просят исцелить, как вот вы сейчас сказали, да? То есть в основном просят. А здесь он ничего не просил. То есть он просто сидел в сторонке, и здесь Господь первый обратил мне внимание и исцелил его. Ведь это такой уникальный случай, да? – Но такой же случай был, когда Господь исцелил расслабленного, жилами, когда его через крышу опустили пред Господом, он ничего не говорил. И те, кто его принесли на одре, тоже ничего не говорили. Но Господь, видя их веру, и ничего не спрашивая у этого расслабленного, он даже, наверное, и ответить-то не смог бы, настолько был расслаблен, что полностью потерял все функции двигательного аппарата своего и речевого, наверное. Но Господь его исцелил, сказал, встань, возьми одр и иди в дом свой. Просто поверить тех людей, которые его спустили на кроватке, так сказать, перед Господом через крышу. Без всяких просьб. Никто ничего не говорил. Но Господь сам, зная сердца человеческие, он видел, зачем это все сделано. То же самое и здесь. Господь, зная сердце этого слепого человека, он видел его тяготу, он видел его скорбь и решил его исцелить. Но не только для него самого, для его спасения и исцеления, но и для многих других. Как он говорит, что в этом явились дела Божии. Там апостолы даже специально спросили его, «Господи, а почему вот он слепой-то?» Они мимо него, когда проходили, обратили внимание апостола на этого слепого. Но они, наверное, обратили внимание, потому что накануне, когда расслабленному они слышали, что Господь сказал, «Иди и больше не греши». То есть они все поняли, что следствие болезни греха. Потом они увидели, а это слепорожденный, он же не успел согрешить. Как? Да, значит, родители, они так и спросили, когда мимо проходили этого слепого сидящего, «Господи, а вот он-то почему слепой? Из-за своих грехей или за грехи родителей?» И Господь им ответил, «Не за свои, не за грехи родителей, а чтобы явились дела Божии на нем». И исцелил его в этот момент. И для чего? Для того, чтобы еще огромное количество людей, знающих этого слепого человека, который читает Евангелие уже 2000 лет, через это мы уже укреплялись в вере в Господа. То есть и для этого Господь тоже иногда посылает какие-то понести нам тяготы, чтобы через это явились дела Божии. Но многие спрашивают, вот мучеников, как же Господь попустил, что почему он не защищал, когда мучеников за веру Христову так вот над ними издевались и убивали? Будь то наши времена революционных занений, новомученики, будь то первых веков христианство, великомученица Екатерина или другие какие-то мученики. Мы, или Пантелеимон, великомученик, мы Георгий Победоносец. Да все наши святые. Их не перечислить, их тысячи мучеников. И, соответственно, вопрос, а как же Господь это допустил? За что? Ну, за грехи их, что ли? Да нет. Они были совершенно... Что Екатерина, что Пантелеимон, что Георгий Победоносец. Они были без грехов каких-то особенных. Нет для того, чтобы явились дела Божии. Ответ просто ясен. Именно вот в этом Евангелии есть ответ на этот вопрос. То есть Господь, зная их твердость веры, зная, что они не отступят от Него, даже перенеся эти мучения, и зная, что через это тысячи людей уверуют и спасутся. А так и было. Что Екатерине, что Пантелеимон, что Георгий. Огромное количество людей стало верующими. Наблюдая, как их мучают, а чудом Божьим они остаются живыми. И через это огромное количество людей стало верующими православными. Мало того, вся Римская империя, которая была направлена на уничтожение христианства, все три века, вот от распятия Христа до Константина Великого, в 325 году, объявившего православие государственной религией, вот все эти 325 лет были мучения, гонения, уничтожения всячески, со всеми, привлечением всех там сил государственных, это и, как сейчас полиция называется, там какие-то свои были органы, сейчас армия, там были свои, значит, военные какие-то произведения, все направлялись на уничтожение христиан. К чему это привело? К тому, что через 300 лет борьбы, мучений, убиения проявились дела Божии, и вся Римская империя стала православной. Удивительно, но это исторический факт, с ним невозможно спорить, и его невозможно объяснить с человеческой точки зрения. Ну как, вот вырежи всех просто христиан, и все, и никакой церкви не останется. Нет, осталось, и еще стало больше. Это только чудом можно объяснить. Мы с вами свомнили, святого Константина Великого, да? Гораз в его память, вот завтра. Да, да. Так что всех Константинов поздравляю с именинами завтра. Да. Зачем Господь не просто исцелил, а послал умываться еще? Ну, здесь много, так сказать, можно привести объяснений. Но дело в том, что купель Силамская, она всегда была уважаема многими веками жизни древнего Израиля. И, конечно же, в этой купеле происходило много чудес. И здесь Господь, воспользовавшись этим, еще раз показал, что есть святые места, ветхозаветные в том числе. То есть то, что он и ветхий завет, Господь также не отвергал, а на него опирался. Это первое. Второе, то, что этот человек, которому он помазал брением, да, из грязи и пленовения глаза, ну, его веру надо было проверить, он ему сказал, а теперь иди и умойся. И он слепой, представляете, он еще не прозрел. Он слепой, на ощупь, может быть, или с провожатым, пошел в купель Силаамской, умылся, и только там он прозрел. То есть по послушанию, да? Он же мог возмутиться, тут ему что-то грязью там мажут, да, что-то... Да, ну, что-то как чудное какое-то. Я бы хотел, чтобы исцелиться, а меня тут, значит, измазали грязью и куда-то послали еще, да? Как-то странно. Но у него даже сомнений не возникло, у этого человека исцелившегося, что надо так сделать. Он пошел, умылся и прозрел. И в этом тоже, это уже его заслуга, это его признак веры, да? Ну, как веру проверить? Ну, только вот такой проверкой. Собственно, эта проверка для этого человека и была. И за эту веру, как в другом месте Евангелия мы читаем, по вере вашей будет вам. За эту веру он получил зрение, исцелился. Поэтому, ну, и кроме того, Силаам в переводе называется посланный, то есть он здесь как раз, послал человека в купеле, и этот посланный исцелился в купеле Силаамской. Но и сам Господь, он тоже ведь послан, был Богом Отцом для нашего спасения, и он сам нес послушание Богу Отцу даже до смерти. Мы помним моление о чаше, да? Отче, пронеси чашу эту мимо меня, но не как я хочу, как ты хочешь. То есть это тоже признак смирения и послушания, то есть отречения от своей воли. Мы здесь тоже самое видим во всем. Поэтому Силаамская купель, она здесь послужила таким большим уроком веры в Бога и его послушания, его воли. Господь говорит такие слова. «Мне должны делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру». О чем эти слова? Какой день? Какие дела? Ну, мы здесь, читая этот кусочек Евангелия, естественно, понимаем, что день – это присутствие Божие в этом мире, телесное присутствие. То есть его видели, его могли потрогать, как женщина кровоточивая. Она просто прикоснулась к одежде его, проходящего мимо, и исцелилась. К нему можно было обратиться с просьбой. Его, так сказать, апостолы также его окружали и тоже что-то говорили, проповедовали. Он их посылал там по двое проповедовать. Это день был, когда истина пребывала с людьми. И сам Бог пребывал с людьми, а Бог есть свет. Бог есть любовь, Бог есть жизнь, Бог есть свет. Соответственно, он освещал светом истины жизнь народа израильского. Но также мы помним из канвы событий евангельских, что потом его распяли, и наступила ночь, когда и апостолы разбежались в страхе, когда и уже проповедь не была совершенно, какое-то время ее не было, отсутствовал, пока не сошел дух святы на апостолов. Они просто боялись проповедовать. То есть это мы видим, вот об этой ночи Господь говорит, что он ушел из этого мира, и наступила ночь. А когда он был здесь, был день. Вот об этом дне и ночи он здесь и говорит. И еще одно толкование, да, святых отцов, когда они говорят, что день – это наша земная жизнь сейчас идет, когда мы тоже можем что-то делать, что-то менять в своей участи, можем возлюбить Господа, да. А уже за порогом нашей жизни, то есть при смерти человек уже ничего не сможет поменять. Ну да, это тоже в какой-то степени такое объяснение этой фразы. Но там мы за порогом своей жизни, после смерти, можем вступить в ночь, если пойдем в ад, а можем вступить в вечный день, если пойдем в Царство Небесное. То есть тут надо тоже понимать, если мы здесь с Богом живем в свете Его, то есть здесь мы во дне живем, то и после смерти мы будем так же продолжать жить в дне, то есть при свете Божественной славы. А если мы здесь живем в ночи греховные, то и после смерти мы так же идем в ад, в ночь, еще более темную, чем здесь. Это надо тоже понимать. Поэтому, конечно же, вот эти все объяснения Евангелия, они нам показывают нашу жизнь не как-то вот условно там и вот просто в какой-то сказочном мире. Нет, это конкретно призыв к действию. Все Евангелие. То есть мы должны его прочесть не для того, чтобы там, ну вот я прочел, теперь я знаю, а для того, чтобы его воплотить в своей жизни и внутренней жизни, и внешней. Да, для нас представление, да, что вот там вот после смерти там Царство Небесное, какие-то там сады, да, зеленые, цветущие. Ведь на самом деле Господь говорит, что Царство Небесное в вас здесь есть. И то есть человек здесь может, да. И что Господь сказал? Тот человек, который слушает слова Божии, исполняет их, да, не увидит смерти вовек. То есть человек, который даже в этой жизни сейчас, в теле... И так вот человек не увидит смерти и плавно Господь перейдет. Конечно же, мы в Евангелии так и читаем, что Царство Небесное внутри вас есть. То есть если мы его здесь обретаем, уже в этом мире, то мы уже здесь во дне живем, в вечном нет. И смерти не узнаем, потому что мы также в Царство Небесное перейдем и туда, уже в вечное. Хотя там сады-то есть. Хоть они... Не все в них верят. Как и адские мучения есть, так и есть райские наслаждения. То есть та красота, которой мы здесь удивляемся и умиляемся, красота Божьего мира, цветы, природа, растения, животные, птицы и прочее. Мы же удивляемся, насколько они все красивы, да. Вот красота того мира, она во много раз более краше, нежели здешняя красота. Потому что здесь все-таки все приходит к такому распадению, к деградации. И если смотреть, сколько было животных и растений до потопа и сколько сейчас. Одна треть осталась. Две трети погибло и красоты, и животных, и прочего. А сейчас, но даже то, что осталось после потопа, нас все равно поражает своей красотой. Та же радуга, например, которая была явлена Ною, и мы продолжаем ей радоваться, этой радуге. От слова радости, радуга. Вот мы видим ее красоту. Так вот, эта красота того мира, она во много раз краше, чем здесь. Это надо тоже помнить. Да, радуга даже, мы сейчас можем сказать, что это символ, да. Ведь она же не просто так. А Господь сказал, что не будет потопа. Больше потопа Господь не нашлет на землю. Радугу оставляет он для памяти о потопе и памяти о том, что больше этой страшной участи человечество не увидит. Да. Должны делать дела пославшего меня. Какие дела Господа? И как мы можем подражать? Ну, сам Господь отвечает, что значит делать дела Божии. Это значит верить в меня, верить в Господа Иисуса Христа, верить в Бога Отца и, веруя в Него, исполнять Его волю. То есть Господь сам говорит, что ему надо приносить, Богу. Мы читаем в Евангелии. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны милостивые, блаженны миротворцы и прочие. Девять заповедей блаженств. Вот если это мы будем делать, мы будем делать дела Божии. Если мы этого делать не будем, то, конечно же, мы отойдем от воли Божией. Ну и, конечно же, вера, прежде всего, это тоже дело Божие. Вера в Господа Иисуса Христа, с которой все, собственно, начинается. Если веры не будет, то и никаких дел Божиих мы сделать не сможем. Какое отношение вот эта притча о слепом имеет к нам? Ну, я думаю, уже многие поняли, что слепота телесная это только часть слепоты. Бывает еще слепота, еще хуже духовная слепота, когда человек не видит или не хочет видеть, зажмуривается, не хочет видеть таких реалий божественного мира, как присутствие Бога в жизни, как присутствие бесов в жизни, как присутствие ангельских сил или святых угодников Божиих, как присутствие истины в этом мире. То есть есть ведь и истина, хотя вот Понтий Пилат, он показал эту слепоту, ужасную слепоту, когда сказал, да что есть истина? Нету истины, фактически он сказал. В ответ Господу он это сказал, в ответ на его слова. Конечно же, и мы, так же, как этот слепой, мы так же рождаемся слепо, рожденными духовно. Даже если телесные глаза у нас присутствуют, то духовное зрение у нас потихонечку потом начинает открываться, если мы создаем для этого возможности. Мы практически все, да, в поколении слепорожденных, потому что мы все выросли без закваски. Нас воспитывали без веры. Нас, ну, по крайней мере, никто не водил в церковь, в малолетствие, чтобы причащались раз в месяц хотя бы, чтобы молитвы читали. Никто нам не читал Библию, Евангелие. И это целое поколение слепых людей. Многие из них уже умерли. Мои, в том числе, сверстники, многие уже на кладбище лежат. Но часть из них веры, уверовала, и они сейчас живы, и приходят в храмы. Дело в том, что мы, конечно же, и сами должны трудиться для того, чтобы прозреть, но и от внешних обстоятельств тоже мы зависим. То есть вот эти внешние обстоятельства гонения на церковь, они усложнили возможность прихода к Богу. Как усложняют приход к Богу и обстоятельства сегодняшнего времени, когда за компьютерными играми, за телевидением, за развлечениями человек тоже слепнет, становится слепым и не идет к Богу. Ему достаточно этих вот игрищ в той или иной степени. И это тоже слепота. Поэтому этот слепорожденный, он нам подстать. Мы тоже слепые котята, которые тоже должны просить у Бога прозрения. И когда мы прозреем, что есть после смерти новая жизнь, мы изменимся. Да, нам еще мешает наша суета и много попечительности. Ведь мы столько лишних всяких имеем и вещей, и забот. Ну, мы живем, как сказать, одним днем. Многие говорят, я одним днем живу. Да, вот надо то, 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 то. А надо думать еще и о смерти. То есть не о сегодняшнем дне думать, но еще о дне последней нашей жизни. Можно, конечно, жить одним днем, но этот день должен совмещаться с тем последним одним днем, когда мы умрем. А мы все умрем. И тогда это будет правильно. А если мы думаем только о сегодняшнем дне, о будущем дне смерти своей не думаем, мы слепые, к сожалению. как раз люди, наверное, лукавствуют, говоря, что сегодняшним днем, как правило, все заботы связаны не с сегодняшним, а с заботой о перспективе, о детях, как они будут дальше жить. То есть, наоборот, люди как раз заботятся о завтрашнем дне. Ну да, про внуков, про детей сначала, дети, потом внуки, потом еще что-то такое, работа, суета, отдых, множество всего, что нас отвлекает от Бога и делает нас слепыми. Благодарю вас, отец Евгений, что вы к нам приехали, приезжайте еще. Спасибо. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok